Всем привет, друзья, с вами Никодим, и мы продолжаем наше первое прохождение Mountain Blade 2 Bannerlord. В прошлой серии мы давили имперские силы, разгромили Западную и Южную Империю. К сожалению, варварские страны нам не помогают, но хорошо хотя бы не мешают. Северная Империя собирает все свои силы в единый кулак, но славный король Дик Хелл придумал обманную тактику. Мы не пойдем на юг защищать Сиронею, а мы отправимся на север и попробуем ударить там, где нас не ждут. Я сначала захвачу замок Лакана, а потом город Аргарон. Не забудь поддержать наш хитрый план своим лайком и комментарием, поделись ссылкой на наш канал со своими друзьями и в социальных сетях. Ну и не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные серии. Отправляемся, друзья, сразу же идем вот на этот замок. Здесь вообще не скоплены никакие силы, поэтому я думаю, мы должны будем легко здесь забрать. Даже если все у нас северяне объединятся и будут наступать на только что взятый вот этот вот замок Джагуриц. Кстати, интересно, кому он будет принадлежать. А вот сейчас мы как раз это и решим. У него нет ни одного владения. Здесь тоже, кстати, нет владения. Но смотрите, все лорды хотят, топят за Тенописа. Следовательно, мы отдадим ему это владение. Тут еще какой-то камен, минус 21, стало 14, а здесь вообще 77. Ладно, я думаю, сейчас мы всем раздадим различные замки. Смотрите, Ампреллы находятся под осадой. Это Осираи, с Осираями мы не воюем, мы вообще стараемся ни с кем не воевать. В прошлой серии, помните, лорды хотели объявить войну хузаитам, остаткам хузаитов. Но я был принципиально против, а слово короля это закон. Давайте сначала посмотрим, можно ли переговорить с кем-нибудь. К сожалению, все знатные лорды давным-давно покинули этот замок, поэтому осаждаем 600 на 200. Я, наверное, друзья, опять по нашей тактике, чтобы не терять темпа наступления, возьму этот замок нахрапом по новой стратегии. Разделение стрелков на два летучих отряда. Давайте сейчас сразу же это сделаем. Все. У них всего лишь одна катапульта. Я думаю, что страшного ничего не должно быть. Возглавляем штурм. Иначе нам, друзья, придется ждать здесь два, а то и три-четыре дня для того, чтобы взять с меньшими потерями. Но зато мы не потеряем эти дни. Возглавляем штурм. Итак, стандартный имперский замок. Лестница находится одна здесь далеко, другая здесь. Придется бегать из стороны в сторону, туда-сюда. Но мы будем отвлекать сейчас силы. Основной удар у нас пойдет, конечно, вот слева. Отсюда мы пойдем. А дополнительный, скажем так, отвлекающий удар у нас пойдет вот на эту лестницу. Теперь самое главное опять не перепутать цифры. Итак, устанавливаем тройку и делаем ее распределенной. Ладно, они тут у нас добегут. Кстати, двойку тоже лучше заранее сделать распределенной, чтобы потом не мучиться. Ну что ж, поехали. Сразу же. Третьи войска у нас встают вот сюда и начинают там стрелять. А нам нужно будет сейчас сделать все, чтобы войска номер один и войска два подошли до того, как в них врежется катапульта. Я, кстати, не вижу, где она. Но вроде бы она должна быть вот с этой стороны. Итак, первые у нас идут вот сюда. Хорошо сразу же. А вторые пока дадим задание прийти вот сюда. Разворачиваемся. Приходит сразу одновременно нажимать на 10 кнопок, а у меня всего лишь две руки. Но поехали, друзья. Итак, двойку мы выставляем вот сюда на поддержку, чтобы они у нас атаковали всех на стенах. Хорошо, пошли. Ну и поднимем вот эти вот лестницы. Наверное, солдаты уже бегут выполнять это задание. Ребята, поднимите. Ох, какие вы у меня умные. Вообще, смотри, я их наконец-то научил за все наши битвы поднимать лестницы. Ну что ж, единичка подходит. Давайте, единичка пошла на лестнице. Двойка у нас уже встала, а тройку мы сейчас посмотрим, куда она у нас стреляет. Ох ты, вот это сейчас будет жестко. Четыре человека здесь убили. Так, а почему вы не стреляете? Я что-то не совсем понял. Прекратить огонь. Огонь по усмотрению. Давайте проверим и у двойки. Прекратить огонь. Огонь по усмотрению. Очень-очень странно, друзья, но почему-то наши войска иногда не стреляют. Давайте мы их подведем поближе, чтобы, во-первых, не смогли артиллерия вражеская, вот эти вот катапульты, их задевать. Потому что они как раз стреляют в вот эту вот сторону. Ох ты, я неправильно сделал. Так, минуточку, я неправильно опять сделал. Я двойку отправил. Но я исправил свою ошибку. А двойка у нас будет стоять там и не ходит назад. Давайте назад-назад. Давайте пока ее сделаем вот сюда. Все. Поворачивайте, друзья. Вам нужно возвращаться. Это я в очередной раз перепутал двойку и трубку. Ну все, смотрите, подошли. Сейчас они начнут у нас стрелять. Здесь считай, что мы уже забрались. Еще раз единичка пошла в атаку. Я замечал, что если делать несколько команд подряд, они активнее начинают лезть на стены. Все, пошли работать ботанские воины. Здесь у нас вроде бы больше не пролетает. Потому что у него угол может бить только вот примерно вот сюда. А здесь они тоже наяривают. Смотрите, как мы сейчас хитро можем сделать. Мы можем имитировать атаку. Потому что впереди у нас вландийские рыцари. Они у нас со щитами и мечами. Очень хорошо будут защищаться. А здесь кто у нас упал? Один из наших солдат. Решил лезть на лестницу, но у него ничего не получилось. Так, смотрите. Видите, они теперь мимо нас стреляют и в нас вообще не попадают. Это вообще великолепно. Давайте сымитируем. Не нужно... Ух, они скидывают нашу лестницу. Не нужно скидывать лестницу. Давайте мы сейчас... Да и без меня, наверное, справятся. Так, они даже не успевают выходить, друзья. Мы их сразу убиваем. Все, считай, что эту армию мы с вами разбили. Который у нас на правом фланге. Теперь контролируем, что у нас творится на правом фланге. Ты куда пошел? Сбежать хочешь? Здесь полная атака. Все нормально. Можно будет делать полностью атаку. До двери у нас довольно далеко. Не успеем добежать. Но я думаю, что здесь уже полная победа. Пойдемте тогда дадим команду тройке наступать на стены. Они там вроде бы всех разобрали уже. Да, я думаю, что без проблем они могут теперь наступить. Потому что вот здесь уже патроны закончились. Здесь они стоят с щитами и мечами. Первыми полезут, конечно же, у нас вландийские вот эти вот алибарщики. У них, кстати, неплохой опыт боя ближнего. То есть они не только с арбалетами могут расстреливать, но еще и мечом и щитом хорошо защищаться и бить. А все, никого больше нету. Похоже, что у них людей нету совсем. Но давайте поможем. Здесь до ворот у нас примерно одинаково, что слева, что справа. Пошли они в атаку. Я, наверное, пойду вот с этой стороны. Там у нас еще и двойка на защите стоит. Итак, первая пошла в атаку, двойка пошла в атаку. Мы тоже пойдем сейчас по лестницам и откроем ворота. Правда, уже непонятно для кого. Давай, слази Никодим. Вперед, вперед, вперед. Бойцы за мной. Не стоим, не тупим. Все поднимаемся по лестницам и начинаем атаковать. У врага осталось всего лишь все. Это победа. Я даже не успел забраться на стены. 42 влияния мы, кстати, получили. Известности очень много. Боевого духа. Прекрасный был бой. И сколько мы там потеряли, я, к сожалению, что-то не посмотрел. Давайте мародеров заберем. Это все мы сейчас раздадим в каких-нибудь городах. Ну, а это мы сделаем для прокачки наших войск. Готово. Проявляем милосердие. И замок отдадим. У нас есть двое, у кого нету владений. Два новых лорда, которые мы привлекли. Поэтому здесь сначала управление замком 60. И здесь идет по 130. А если мы денег дадим? А сколько у нас денег? Ох ты, у нас полмиллиона всего остается. Сейчас будем смотреть, как у нас экономический показатель. Но здесь, конечно же, придется временно выключить постройку всяких мастерских. И включить гуляния и игры, чтобы хотя бы какой-никакой у нас был плюс. После того, как сюда привезут первые продукты, у нас здесь все восстановится с верностью. И мы тогда уже сможем строить все без проблем. Ну и давайте гарнизон, скорее всего, у нас обнулится. Поэтому я отсюда теперь, смотрите, как делаю. Я забираю все ценные войска. Ну, у кого вот есть хотя бы там 4-й, 5-й класс. Давай тоже забираем. И вландийский снайпер нам как раз пригодится. Ну и алибарчик еще возьмем. Лесничий. Кстати, интересно посмотреть, какие у него характеристики. Лук всего лишь 100. Атлетичность 110. Ну, такой себе воин. Он не стоит нашего внимания. Конь. Все, давайте 15 человек оставляем. И ждем, когда у нас здесь будет голосование. Я пока что временный владелец этого замка. Но нам еще раз говорю, нам ни в коем случае нельзя терять темп наступления. Поэтому сразу же отправляемся в город Аргарон. Придется, я так чувствую, нам вернуться. Сюда еще наполнить казармы солдат. Так, а у нас кто-то прокачался, друзья. Давайте посмотрим. Это Идвин. И он сразу 3 качнулся в инженерное дело. Выбираем. Недальнобойное осадное орудие. Производится на 10% быстрее. Дальнобойные осадные. Производится урон. Он у нас арбалетчик. Конечно же, идем в арбалет. Второе. У него строитель тюрем. Вероятность получения повреждений. Вероятность побега пленников на 25% снижена. Вот это вот очень хорошо. Поселение предоставляет одну дополнительную катапульту. Нет, давайте вот так вот сделаем. И последнее. Последнее это плотники. Запас очков прочности у таранов и осадных башен повышается на 33%. Скоро строительства городских проектов повышается на... Давайте вот так вот сделаем. Это будет лучше. Ну и кто у нас еще получил какие-нибудь очки навыка? Так, лагур знающий. Можно будет вложить. Он у нас в инженерное дело. 245. Так, давайте мы ему отдадим... Что у нас? Арбалетчик тоже. На лошадях он не катается. Я ему тогда лучше вот в атлетичность еще немножко прокачаю. Так будет правильнее. Ну все, пошли, друзья, на север в город Аргарон. Сейчас его заберем. А потом уже будем мелкими группами громить вот тот оставшийся город Сирнея. А смотрите, тут подошли наши войска Саратиса. Они сейчас, скорее всего, отобьют замок Мелион. Вообще прекрасно. Ну и мы тогда совместно нападем на Сирнею и полностью добьем остатки Северной Империи. 57 процентов, друзья. Если сейчас получится по пути, может быть, вот эти вот мелкие отряды мы догоним. Но они, еще раз говорю, они очень юркие. У них вон скорость 4.4, у нас 3. Поэтому не отвлекаемся. Уже караваны. Смотрите, не успели мы захватить замок Лакана. Сразу же пошли торговые караваны из этого замка. Вообще прекрасно. Так, Випон. Слушайте, помните, нам говорили, что нужно переговорить с Випоном. Он хозяин какого-то клана. А замок Лакана у нас переходит... О, нет владений. Здесь есть владения, но зато отношение минус 21. А у Дестера тоже есть владения. Значит, вот это вот исключается однозначно. Давайте вот Ветаранису отдадим этот новый замок. Теперь у нас все больше и больше наших лордов имеют свои собственные феоды. Давайте посмотрим, у кого пока что ничего нет. А смотрите, у всех есть по одному владению, как минимум. У нас 14 владений. И у нас уже кланов 11 штук. Ну что ж, тогда приближаемся к Аргарону. Громим все войска. А Минон создает еще одну дополнительную армию. Это вообще прекрасно. Нам нужно будет сейчас сделать таким образом, чтобы в этот город Аргарон не зашли вражеские войска. Тогда нам будет гораздо проще брать этот город. А здесь пока что Лакана у нас стоит. Кстати, интересно бы вернуться, посмотреть, сколько там у нас гарнизон. Обнуляется ли он или нет. Так, смотри, здесь у нас армия пошла. Но только не в город. Нет, они в город убежали. Давайте сделаем вот что. Я немножко побегаю вокруг этого города. По кошмаре вот эти вот мелкие войска. Вот может быть сейчас мы Випона как-нибудь догоним. 4,6. Если вот так наперерез. То, минутку. Готово! Сам Архонт Випон попал в нашу ловушку. Ну что ж, будем биться. А мы можем кое-что обсудить. Ваш господин Аскерон не достоин вашей преданности. Я останусь верен своему господину. Вы меня недостаточно знаете. Да и денег у вас осталось меньше миллиона. Хорошо, Випон, я с тобой полностью согласен. Поднакоплю деньги. Приду к тебе. Все покупается у нас за деньги. А давайте тогда мы тебя просто убьем. Сражайся или умри. 25. Очень смешно. Отправляем воинов. Я думаю, что в тюрьме, в нашем плену, ты будешь гораздо сговорчивой. Все, теперь ты у меня в плену. Пленников. Ну я возьму только вот наездника, картофрактария и пехотинца. Все остальное нам не нужно. У нас и так уже там пленники все переполнены. А добычу мы продадим вот в этом же городе, если конечно его возьмем. Итак, друзья, отходим. Смотрите, 49 ушло. Вообще прекрасно. Сейчас постараемся. Вот эти вот мелкие войска. Отряды Лека не должны. Во, все разошлись. Так, минутку. Они должны все отойти от города. Здесь где-то около 150 у нас войск вышло. Давай еще немножечко отойдем, друзья. Вот сюда. Они сейчас у нас выйдут, а мы не дадим зайти новому. Зина. Я помню, кстати, Зина. Зина это очень мощная. Тоже какая-то архонт она или новый владелец замка Мелион Дик. Так, а интересно, они взяли, похоже, еще какой-то один замок. То есть отряд Аминона и еще у нас там новая армия сделалась. Они у нас берут новые города. Прекрасно. Сейчас будет голосование, и мы проголосуем. Ну что ж, давайте, друзья, берем город. Нам ждать нельзя ни одной минуты, потому что нам именно нужно ударить как можно быстрее. Я специально не буду разговаривать со знатными лордами, потому что в тюрьме они будут более сговорчивые. Осаждаем город 600 на 700, поэтому придется, к сожалению, делать долгую осаду. А смотрите, там сбежали кто-то. Там сбегают отряды. Они сбегают. Это, видимо, наемники решили предать своих северян. Вообще прекрасно. Ну что ж, тогда делаем здесь. У нас замок Мелион осажден войсками Северной Империи. И еще пришел владелец замка Мелион. Давайте отдадим ему кому-нибудь вот камену минус 19. А там он уж сам как-нибудь отобьет свой собственный замок. Ну давай побыстрее принимаем это решение. Готово. Наша мощность уже 13 практически с половиной стала. Ну что ж, теперь дожидаемся, когда мы разгромим вот эти вот стены. У них уже готовы две катапульты, так что нахрапом, к сожалению, не получится. Наши отношения с различными кланами улучшаются. Отправляем в резерв, чтобы сразу все не разломали. И сейчас будем возглавлять штурм. Ну 600 на 600, если хотя бы одна стенка будет проломлена, мы, конечно же, справимся. Лизика, я тоже помню, знатная особа. Леонтия, Урий. А смотрите, они все собираются. Минутку. Они все собираются рядом с нами, в городе Алатиси. Это хорошо. Если они соберут здесь большое войско, ну где-то, я думаю, что мы должны будем разгромить. В районе 1200 мы точно разгромим. Вот в районе 1600 уже с трудом, с трудом, если только нам попадется очень хорошая карта. Поэтому давайте сейчас, как только... Нам опять же очень важна скорость. Чем быстрее мы все сделаем, а заморить их голодом не получится, потому что у них 21 день еды, а у нас на 40 дней. Так, все катапульты мы разгромили. Теперь ломаем, друзья, стены. И опять Гертлин пришли у нас гонцы, чтобы ее пригласить на свадьбу. Нет, пока война не закончится, я ее никуда не отдам. Я ее и потом никуда не отдам. К сожалению, девочке не повезло оказаться у меня в отряде. Так, вы убиваете? Да, убили катапульту, в порядке. Здесь за Савоса? Нет, пока что пусть посидит в плену. Запомним, что Савос у нас тоже какая-то знатная особа, раз за него предложили выкуп. Так, разбиваем все катапульты как можно быстрее. Вон Сканис идет, он тоже знатная особа. А что-то они все разбежались. Смотрите, друзья, стены поселения Аргарон были снесены. Так, давайте на паузе проверяем. Катапульт нету, стены снесены. Можно будет возглавлять штурм. 600 на 600. Силы абсолютно равны. Итак, давайте спланируем нашу очередную атаку. Здесь у нас все будет рядышком. Так что нам руководить будет всеми нашими войсками довольно просто. Основную атаку мы, наверное, сделаем. Да тут без разницы, где делать основную атаку. Поэтому первые сюда, вторые распределенные, третьи сюда. И тоже распределенные. Ну что, давайте, поехали, друзья. Катапульт у них нету. Можно не торопиться. Ибо они не смогут с нас стрелять. Тройка пошла, двойка пошла, единичка пошла. Пока что мы вот так вот их расставим. Итого, друзья, смотрите, здесь у нас небольшой пригорок. Поэтому не путаем теперь цифры. Самое главное. Расставляем третьих, чтобы они убивали всех на стенах. Вот так вот, отлично. Пошли теперь в следующее отверстие. Здесь дверь пока... А мы можем быстро заехать и, наверное, открыть дверь. Ох ты, пригорок. Вообще, смотрите, как хорошо нам повезло. Сюда уставляем третьих. Вернее, вторых наших стрелков. Отлично. А первые у нас пойдут вот таким вот образом. И будут стоять здесь. Я буду выманивать вражеские войска. Пошли посмотрим, здесь кто у нас. Регулярка и какие-то, ну, нищеброды, реально. Я думаю, что... Давайте даже вот так вот перепрыгнем. Ага, не получится. Смотрите, они пошли большими войсками. Если мы ворота сейчас по-быстрому откроем. Так, давай... Наверное, они пойдут за нами сразу же. Да отстань ты от меня. Давайте мы вот этого убьем. Этого волка. Какой он крутится-то. Так, никто к нам не идет. Вообще великолепно. Пусть пока что расставляются и стреляют. А мы побежали открывать ворота. А там наши... Лошадь только... Ну, господи, ну почему лошадь убежит? Ты кто вообще такой? Давайте мы его убьем. Готово. И открываем оставшиеся врата. Ну что ж, друзья. Все. Пока врата у нас будут в качестве такого... А что у нас? Опять что ли не стреляют? Да господи, почему у нас огонь по усмотрению-то отключается? У нас, оказывается, войска стояли просто так и ни в кого не стреляли. И поэтому погибло что-то около там десятка человек. Давайте. Я не знаю, почему у нас авто отключается огонь по усмотрению. Готово. Не отвлекайтесь на копейщика. Стреляйте всех, кто на стенах. Теперь у меня лошади, к сожалению, нету. Мне придется бегать. Врата они закрыли. Так что будем выманивать сейчас всех. Так, здесь вон очень много лучников, а они почему-то их не видят. Следовательно, нам нужно будет двойку растянуть побольше. Вот таким вот образом, чтобы они еще и лучников на стенах у нас снимали. Вы готовы, ребята? Да, готовы. Вперед, Дикэл. Давай, я их сейчас вызываю. Пошли, пошли, пошли. Силы, кстати, примерно равны. Давай, ребята, начинаем биться. Я сейчас вам помогу. Ох ты, здесь регулярки пошли. Так, аккуратно. Не даем себя бить. Отвлекаем на себя. И положили почему-то наше войско полностью. Ты будешь умирать-то или нет? Как они... Смотрите, у него какой-то золотой пехотинец. А почему у меня меч опять не работает? Готово, снесли его. Так, в нас продолжают стрелять, а вы отступите пока временно. Слушайте, у нас как-то легли почему-то все солдаты. Единичка встала вот сюда. Да, отходим, отходим, ребята, вам не нужно пока что наступать. Самое главное сейчас, давайте мы даже единички поставим стена щитов, чтобы в них лучники не расстреливали. А наши пока успевают убивать всех на стенах. Хорошо, держимся пока. Итак, первая линия встает. И я опять, приготовьте, сейчас буду выманивать сюда новую пачку людей. А смотрите, у них вообще никого не осталось. Лучники, и вон бежит небольшой отряд. Лошадь мою отдайте. Верните лошади, я не буду вашу крепость брать. Так, пошла атака. И она опять очень огромная. Поэтому смотрите, друзья, мы сейчас не только на пехотинцев, но и на стрелков отвлекаем всю вот эту вот пехоту. Давайте. Вперед-вперед. Пехота. Давай, стрелки, расстреливаем всех. Да, пехота у нас куда-то делась. И у них имеется численное преимущество. Вы чего не стреляете-то? Опа! А это как было, я не совсем понял. В меня кто-то, видимо, со стрелы, наверное, или даже с болта промеж глаз. Но пошла атака с двух направлений. Хорошо. Я думаю, что мы должны тут теоретически победить. Я вроде не вижу никакого большого здесь боя. Поэтому давайте ускоряемся, друзья, и будем смотреть со стороны. Первые войска у нас, да, разгромили имперские. А вторые где у нас? А вторые уже даже и зашли сюда. Да, неудачно как-то здесь начало атаки у нас было. Готово. Это даже не просто отступление в цитадель. Нет, отступление в цитадель. 15 человек. Многовато, но 40 против 230. Это очень неплохо, друзья. Ладно, посылаем воинов. 500 на 47. Здесь, наверное, ни один человек у нас не умрет. 45 влияния. У нас уже за 5000 перевалило. Итак, Архонт Акрум. У меня теперь в плену. Сейчас с ним попробуем переговорить. Алик из клана Лесной Народ. Интересно, ты тоже уговоришься? Это Гиксария. Тоже добро пожаловать. Ну и в город пойдемте продавать вот этих вот всех ненужных. Да, у нас превышение лимита. Стальное знамя, получаемое в ближнем бою урон снижен. Арбалет, булава. Это все пойдет у нас, друзья, на продажу. Фракция Северной Империи потерпела поражение. Клана Северной Империи перешли на сторону соседних королевств после того, как их лидер потерял всякую надежду восстановить империю. Интересно, друзья. Давайте проявим милосердие. И у нас в управление городом пойдем. Здесь у нас 71. Фруктовые сады пока временно вырубаем. Как и рынок, так и акведук. И здесь ставим гулянии и игры. Наверное, лучше всего поставить ярмарки. 100 дней. А сюда, если денег дадим, 74. Нет, это слишком будет долго. Мастерские. Ладно, давайте подождем. Потому что я заметил, что со временем вот эти вот города сами себя выравнивают. Новый владелец Дик. Далее Аргарон Ян. Голосование пока что. Еще Псота мы взяли. Отлично. А это, наверное, мы не взяли, друзья. Скорее всего, все вот эти вот замки и города, они просто перешли под наше владение. Скорее всего, новый владелец Джориуса и новый владелец Эвлинтики. Давай еще посмотрим в канале Таверн. Продадим всех вот этих вот ненужных для начала. Итак, продал я неплохо. На 10 с половиной тысячи четыре воина хотят присоединиться. Картофрактарий, легионер и стражник Узаидского хана. Вообще прекрасно, друзья. И у нас что-то случилось. Северная империя сгинула. Давайте посмотрим, какое у нас следующее задание. А у нас почему-то нет следующего активного задания. Я так думаю, что сейчас Арзагос нам что-то должен будет выдать, чтобы у нас продолжилось дальше. Итак, Северная империя пала и перестала существовать осенью, день 19-й. 1105 года. Отлично. А кто теперь будут наши враги? Неужели нам теперь придется сражаться вот с так называемыми варварскими государствами? С Ботанией, с северянами вот с этими, с южанами и с восточниками-хузаитами. Надеюсь, что нам тут сражаться не придется. Ну, смотрите, друзья. Мы объединили с вами все земли. Они простираются от далекого Галенда до Сиранеи. Хорошо, что мы ее не стали брать, друзья. Потому что здесь была огромная армия, что-то около 1600. И мы вот так вот обманом взяли и разбили всю Северную империю. Ну что ж, теперь, я думаю, можно будет вернуться и заняться своими собственными городами. Я, наверное, подожду немножко в Аргароне, потому что нам нужно будет из торговли немножко позаниматься. Я сейчас куплю, у нас нету никаких ассортиментов, куплю немножечко пива нашим бойцам, чтобы они отпраздновали нашу великую победу. И сдам сюда вот этих вот коров, овец и должны у нас еще вот быть кабаны. На что еще тут можно минусануть? Бархат, вино, масло. Это тоже не нужно. Посуду с собой носить, серебряную руду. И у них 73 тысячи. Давайте продадим все вот эти вот флаги. Потому что я уже везде расставил флаги по всем нашим отрядам. Выбрал самые лучшие, самые дорогие. Все, минус 400. Ну ладно, давайте этому городу в знак благосклонности подарим 473 золотых. Ну что ж, друзья, что нам теперь делать? На кого нам теперь наступать? Где нам теперь отвоевывать? Вообще, если сейчас нам Аргарон даст новое задание, что вы должны будете биться, например, там с Астургами, с Хузаитами и с Батанцами и с Осирайцами, то, конечно, лучше всего нам сейчас на первых напасть на Хузаитов. Примерно тогда понятно, почему у нас было сообщение о том, что мы гораздо сильнее их. И кто-то еще у нас качнулся. Карейн, давайте, красавица. Она у нас в одноручное оружие пошла. И выбираем теперь урон, наносимый одноручным оружием. Вы получаете 5 очков здоровья. 10 очков. Да, вот это вот вообще хорошо перед началом боя. Забираем. А также Алагур знающий. Он у нас был инженером, а качнулся в атлетичность. Могущественная персона. Плюс 4 к урону любым вашим оружием ближнего боя. Плюс 2, который наносит подразделение. Скорость передвижения, скорости. Давайте... Тут сложно. И то, и то очень хорошо. Давайте все-таки урон здесь прокачаем. И последний. У нас опять Идвин качнулся в свои любимые арбалеты. Штраф на точность стрельбы из арбалетов во время движения уменьшается. Либо при попадании в голову увеличивается на 50%. Плюс 10% к урону, который наносят воины вашего подразделения пешим противникам с арбалетами. Ну, это очень низкая вероятность, что мы со своими арбалетами увидим армию с другими арбалетами. И будем именно в них стрелять. Поэтому, конечно же, выбираем вот этот вот навык. Ну что ж, друзья. Пойдемте дальше. Нам нужно, наверное, дождаться нового задания. И у нас неожиданно победа. Империя была уничтожена. Что же нам делать тогда дальше? Ролик пошел. Поражение коалиции Истиана было началом агонии Кальратской империи. Отныне чужеземцы перестали бояться чеканной поступи легионов. Перестали тревожиться о том, что их потомки забудут старые обычаи. Напротив, великими имперскими городами стали править те, кого в Кальрадии когда-то называли варварами. Это, видимо, я стал уже старым королем. Со временем народы Кальрадии и внешних королевств перемешиваются между собой. Наконец-то наступает мир. Их дети объединят традиции двух миров и разбавят их собственными новыми обычаями. Некоторые утверждают, что сами небеса покарали империю за высокомерие. Но даже если это так, они сделали это руками Дика Хэлла. Героя, который сплотил врагов империи под ее собственным знаменем драконы и направил их армии на путь свободы. Мне не нравится путь разрушения. Жители Нового Мира будут вечно помнить того, кто положил конец тирании и принес им мир. И звали этого героя Дик Хэлл. Дик Хэлл. Дик Хэлл. Дик Хэлл. Ну что ж, друзья. Похоже, что мы победили полностью в игре Mountain Blade 2 Bannerlord. Поздравляю, мы полностью прошли всю сюжетную кампанию. Теперь можно просто будет резвиться. Понятно, что теперь мы самые мощные. Давайте посмотрим по королевствам. У нас 13 тысяч, у заитов 7, у ботанцев 10. Но вот мы их первых и убьем. Султанаты 8, стурги вообще 4. А в ландийце где-то взяли себе 6000 силы. Ну, так как у нас прибавляются и прибавляются вот эти вот кланы. И я еще могу из плена сейчас. А давайте посмотрим, у нас в плену остались знатные особы. Да, все вот эти вот знатные особы. С ними можно будет переговорить. Например, вот с Укасием, с Телеем. Дальше вот с Авосом, с Акрумом. Тоже он знатные особы. Алик из клана Лесной Народ тоже, скорее всего, к нам присоединится. Потому что к победителю хотят присоединиться к нам. Но наша игра, друзья, закончена. Это был очень интересный экспириенс. Я первый раз в жизни вообще играл в эту игру. Естественно, как вы знаете, когда я играю первый раз в любую игру, я играю в нее без гайдов, подсказок, без каких-либо там видео, например, советов. И будет очень интересно теперь посмотреть какие-нибудь другие прохождения. Но я буду, конечно же, скучать по Mountain Blade 2 Bannerlord. И давайте пишите в комментариях, может быть, мы начнем какую-нибудь новую кампанию. Придумаем новую идею и разгромим, например, всю Кальрадио. А на сегодня, друзья, все. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал. Обязательно поделитесь нашим уникальным прохождением со своими друзьями в социальных сетях. Ну и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные серии. Пока, друзья, встретимся еще в будущем.